Тебе можно ближе. Сейчас я пока объясняю гостю нашему прекрасному как себя вести с микрофона. С микрофоном нужно вести себя уважительно и тогда можно уважительно относиться к тебе. Не пугайся. Обычные люди пугаются. Все, для кого шоу больше чем бизнес, сегодня это я, ведущая программы Artmania Юлия Савицкая и мой прекрасный гость, музыкант Стас Ленин из Стас Ленин, бэнд одноименной группы как бы это патусно не звучало. Стас, ну привет. Виделись мы с тобой, если память мне не изменяет, она мне пока что, слава богу, не изменяет, мне так немного лет. Летом мы с тобой виделись. Да, в июне. В июне мы с тобой виделись. Ты нам даже что-то там в акустике поиграл в эфире, парочку треков, поиграл. Да, это был эксклюзив, потому что все-таки эти песни записались за другим текстом и за другим музыкой. Поиграл ты нам в эфире и отправился в тур. Ну, не сразу это все произошло. На следующий день я уехал на рок-була-ву. А, ну так это рок-була-ву. А после нее продолжил. А после рок-була-вы продолжил свой прекрасный тур. Рассказывай, как жизнь гастрольная бесконечная, но я так понимаю, тебе же как настоящему музыканту она нравится. Да, нравится. Послезавтра продолжаем. Класс. В городе Запорожье. В каких городах успели отыграть июль, август, сентябрь, октябрь? Сентябрь же близится к концу. Много всего должно было произойти. И вот мы сейчас будем выманивать, вытягивать из себя информацию. Харьков, Кривой Рог. Харьков несколько раз, Кривой Рог несколько раз. В Одессе. Все города повторяются. Ну, допустим, недавно в Венесе мы были впервые. Так. Есть города, где мы были. А мы, кстати, вот, где фестиваль проходит рук-була-ва. Мы единственная из всех групп, за сколько лет существования фестиваля, сыграли там сольный концерт в этом Переяслове и Хмельницке. Так. Единственная группа из всех. Вот это интересно. Слушай, ну я... И теперь у нас басист Переяслов-Хмельницка. Я тебя не спрашивала, как вообще фестиваль Рог-Балаванна. Время не прошло, но может у тебя что-то осталось в памяти. Растет и разрывается. Ты вообще успел послушать другие группы? Да, я вот только и слушал другие группы. Кого? Слушал, кто больше понравился? Может, все это понравилось, дай дорогу. Дай дорогу понравится. Да. Дома я их слушать не могу. Почему? Не моя музыка. Ну, тексты не мои. Мне неинтересно. А, в лайве прям зашло? Да, в лайве можно попрыгать, поплясать. Есть еще такие команды, которые ты не можешь слушать в научничках? А, вот Space of Variation. Они вживую хорошие, а... Ну, если из-за рок-була вы говорите. Так. А так, вообще, я каждый день слушаю новинки, мне некогда слушать старое. Потому что очень много всего выходит. Мы всегда спрашиваем у музыкантов топ-3 трека, которые запомнились за прошедшую, ну, может быть, месяц, может быть, пару недель. Что такого ты послушала? По названию? Мурашечки по коже. Ну, из нового альбома Марган Мэнсона песня Say 10, Say 10. Так. Say 10 она вообще называется. Вам так ее и назвали. Там цифра 10 просто. Просто да, мало кто об этом знает. Ну, вот как раз у нас была недавно презентация альбома в программе Час Роу. Я смотрел, и знакомая Мэн ведет этот цикл передач. Say 10, да. Цикл передач, мы тоже так называем. Цикл передач. О музыке. Схульные, да. Цикл. О музыке. Это цикл передач о музыке на радио Шар. Так, хорошо, Стас, что еще? Какие треки? Давай, надо мне остановить. Ну, я вчера прослушал новым альбом Антаршукари. Как тебе? Ну, спопсили снимать. Мне не нравится. Электроника. Мне больше нравится, когда больше мелодики, мелодичные. Что еще? Зачем я сказал, потому что это шикарно. Ну, как, ну, зачем? Новый альбом Pink неплохой. Новый альбом Pink неплохой. Первая песня, я не будем так называть. Я просто каждый день слушаю столько музыки, я не запомнил. Просто новый альбом Pink, вы послушайте. Друзья, Стас Ленин рекомендует тоже. Нашу рубрику в программе Artmania. Хорошо, тур продолжается. Ты там что-то нам сказал в дне эфира. Про Беларусь и Грузию. Где ты в скором времени будешь? В скором времени мы еще по Украине покатаемся до конца ноября. И в начале декабря будет Беларусь. А потом у нас будут еще новогодние рок-елки. Ну, в трех городах Украины. Одесса. Как это классно звучит. Да, Одесса. Ну, каждый год я так делаю. Как и свой день рождения. То есть, традиция. Так. Разве что в этот... Раньше были новогодние елки просто, они так называются. В этот раз мы решили и новогодние песни сыграть. Новогодние рок-елки. Щедривки. Класс. Какие тебе нравятся колядки? Щедривки. Или ты еще не решил для них? Не, я... Ну, когда я колядовал, то... Это же не песни были, а стишки. А вот там Щедривочку. Jingle bells. Вот такой какой-то стандарт. Может и свое что-то напишем. До... В середину декабря много есть времени. А вообще, ну, с расписания до конца июня. Следующего года. Как минимум. Ого. Так не соврал ты, когда говорил, что вы одна из самых гастролирующих. Нет. У нас еще больше концертов. Класс. По поводу музыкантов. Ты там в прошлом интервью мне обмолвился, что... Ну, бывают какие-то видоизменения, скажем так, в группе. Кто-то приходит, кто уходит. Кто сейчас в группе приходящий, а кто, как мы выразили, стационарный музыкант. К нам вернулся барабанщик, который полгода с нами не играл. Гитарист остался тоже из Днепра. Басист Переяслова, Хмельницкая. Мэр Переяслова, как мы называем его. И саксофонист из Киева. Вот. Но в других странах, такие как Белоруссия, Грузия и также еще другие страны добавятся. Вот тут местные. Белорусы. Грузины. Единственная группа, в которой играет Мэр, кстати говоря. Мэр. Обратите внимание. Стас, я заметила, что ты, по-моему, не поменял цвет волос. Не, мне сейчас 25 лет недавно исполнилось. Ты споткнулся на паспорт? Да. Ты уже сегодня это сделал, да? Сегодня на загран. Чем тебя можно и поздравить? Да. Только вот, сразу сел на такси и приехал сюда. Класс. Так, но цвет волос менять не будешь? Буду. Возможно, буду. Может, пол. Какой цвет бангуешь? Мне понравился этот белый цвет волос. Я, может, по бокам бы что-то, там, оранжевого бы добавил. Не знаю. Угу. Хорошо. Какие еще отзывы? Снешно все. Какие отзывы у тебя были о концертах? Вот, недавно бывает такое, что люди подходят к тебе после концертов и что-то выражают свою точку зрения, мнение, там, блин, классно было или наоборот. Свет вообще за шпар. Вот, какие тебе отзывы запомнились больше всего? Мне больше всего нравится, когда мне говорят, что вживую мы лучше, чем на записи. Ну, понятно. К сожалению, я сам понимаю, что наши студийные записи не передают нашего эпатажа, шоу, естественно. Даже видео не передает. Потому что вживую мы дестройщики. Да, видео не передают. А музыка у нас такая, все-таки более спокойная, мне кажется. Ты думаешь, что у тебя спокойная музыка? Ну, не знаю, спокойная или нет, в принципе, можете писать в комментариях. То, что можно танцевать под музыку. Мы еще играли в мениски, где разная была публика. В общем, с депозитом 500 гривен я был в шоке. И было забито. И кто-то там отмечал девичник, у кого-то было день рождения. То есть все было в одном клубе, и все отмечали разные праздники. Вот. И танцевали. Девичник под Стас Ленинберг. Да, девичник. И дни рождения там были. Так вот. Ты говорил о том, что, кстати, я пойду записывать новый альбом. Да, я завтра иду уже начинать записывать песни. Думаю, до декабря успеем выпустить. Стас, ну откуда там столько вдохновения на новые песни? Вот что ты... Как ты не приходишь... Новый альбом? Как ты не приходишь в новый альбом? Потому что... Так и он... Каждый альбом отличается. И этот будет очень отличаться. Было бы странно, если бы все альбомы были одинаковые. Если бы одинаковые. Ну... Почему странно? У многих они одинаковые. Просто названия меняются. Названия, да. И чуть-чуть все. Так, у многих одинаковые. У кого это? У многих... У многих тренировок иessи. Далее. Удают дороги. Удают дорогу. Удают дорогу, да? Они чуть-чуть лучше стали играть. Да, они чуть-чуть лучше стали играть. В общем... Да, да. А, откуда много песен, да? Удают песни песни, да. Потому что каждую неделю ты в пользе проводишь по 30-40 часов. Ну 40, наверное, преувеличиваю. Плюс электрички, пересадки. И вот... Так. Есть время подумать и пишу все песни. А тебе не мешает вообще атмосфера дороги или наоборот, она как-то успокаивает, и ты можешь консервировать? Ну, если пересадками, то да, вот мы с Винницы возвращались тремя пересадками, тремя электричками. Да жмеринки, да вопнярки, плюс еще между ними не надо, там 5 часов посидеть, там час. Максимальное количество песен, которые ты вот писал за промежуток, я не знаю, 3 пересадки между городами? Ну, или может быть, я не знаю. Я скажу в альбомах, в 2015 году мы выпусили 3 альбома. Это сейчас такое вдохновение, я не знаю, может потом будет застой. Но я написал вот сейчас альбом, и есть у меня уже планы на следующий. Потрясающе. И клипы, и клипы будут, будут еще клипы. Клипы. Клипы будут. Какие идеи? Недавно вышел уже мультяшник. Есть сценарий? Сценарий есть, и будет еще. Вот у нас недавно вышел мультитуционный клип, и будет еще пластилиновый. Пластилиновый клип? Да. И живой. То есть с нашей улицы. Не пластилиновый. Не пластилиновый. Какой сценарий, какая задумка, что же там будет происходить? Ой, сценарий пока не могу сказать. Сейчас скажешь в секрете, да? Пока да, в секрете. Ну просто не то, что в секрете, может у меня поменяется, потому что идея. Но пластилиновый точно будет. А, еще у меня будет песня, наверное, не альбомная, а сингл. Я в детстве, еще до первого класса рисовал комиксы. У меня был один мой вымышленный персонаж. И спустя много, ну как много лет, там 19-20 лет, я решил написать песню об этом персонаже. Любимый герой комиксов есть? Омиксов. Ты вообще по этой теме? Марвел, DC? Бэтмен мне нравится. Бэтмен мне нравится. Почему тебе нравится Бэтмен? Почему Стасу Ленину с таким консервативным прозвищем нравится Бэтмен? А Бэтмен тоже консервативный. В чем? Сколько уже лет. Потом и том же, да, но чуть-чуть костюмы меняются. Фирмы, фирмы костюмов, наверное, меняются. Так, кто еще есть какой-то герой? Вообще, какая все-таки сторона у тебя? Темная или светлая? Я не знаю, кто из Марвел и DC темная или светлая сторона. Но тем не менее, кто тебе больше нравится? Марвел или DC? Я комиксы не читал. Я только смотрел Бэтмена. До Против Супермена. Естественно, мне нравятся первые Бэтмены. И Джокер мне больше нравится Джек Николсон. Ага. Это не Хитлэджер? Нет. Как у всех. Ну, Хитлэджер тоже хороший. Но все-таки... Он же к Николсон больше денег получил, чем Хитлэджер. Он процент еще взял. Кстати говоря, если уж мы говорим о киношечке, ты бы хотел вообще саундтрек, может быть, написать? Если бы... Это был бы какой-то фильм, но... Не то, что саундтрек. Будет еще... Я буду еще в фильме одном сниматься. Я не знаю, будет ли там саундтрек. Да. Так... Блин, мне только 25 лет. Я думаю, все будет. Все впереди. Я буду специально фильмы снимать и там играть. Так, подожди. Что за фильм? Ну, Аркхаус. Я еще сценарий не читал. То, что Аркхаус, я понимаю. Я другого не ожидала. Я не знаю. Ну, почему? Не, я бы ищу какую-то сказку. Сказку? Да. Кто твой любимый сказочник, Стас? Сказочный. Сказочный. Братья Гримм. Братья Гримм. Я тоже тоже знала. Как тебе? Сказка про Грессалова? Ну, все нравится. Все нравится? Ну, все интересно, да. Угу. Класс. Пушкина можно назвать же сказочным. Пушкина, конечно, можно назвать сказочным. Ну, да. А ты себя... Да, сказочников много... Это все сказочники, те, кто любит врать и утрировать. В принципе. То есть ты себя тоже можешь назвать сказочным? Я не утрирую. Я не утрирую. Ты не утрируешь? Класс. Есть название нового альпома? Нет. Я не знаю, как эти песни даже будут называться. Угу. А тебя вообще доставляет удовольствие придумывать название? Или все-таки это как-то блин. Вот я написал песню, вот как ее теперь назвать? Нет. Мне это не нравится. Угу. И придумать обложки даже пока что не нравится. Что нравится тогда? Спросим у Стаса Ленина. Из его... Мне нравится, когда все получается. Как ты считаешь, у тебя сейчас вот все получается? Ты нравится? Получается, но все равно это тяжело. Много нервов. Оно кажется как бы так со стороны. О, столько концертов, все так просто. Гастроли, фоточки, да? Там стоишь такой под зонником. Кстати говоря, вот эта фотография, которую ты прислал для Аноса. Где это было сделано? Это было на ЖД вокзале в Одессе. Перед концертом. А, так мы даже летом успели поиграть. Ой, летом. В сентябре успели open air еще поиграть. До 30 сентября. Было Octoberfest в Днепре. Вот это я в Днепр ехал. Там были хедлайнеры The Touch. А потом через неделю в Харькове тоже был Octoberfest. Там была Карла. А вот насчет Харькова круто было, что мне сказали знакомые, что афиши висят в метро. Нашим названием группы. Я так с гордостью ходил в каждом вагоне, смотрел где там наши афиши. В каждом вагоне были наши афиши. До сих пор висят. Кстати говоря, а ты упомянул... Это же хорошо, что до сих пор висят. Ну и парочку сорвали. Ты упомянул, что были хедлайнерами The Touch. Кого из мулькантов были? Я на них не оставался. Потому что у нас еще были клубные концерты вечером. Мне не интересно ехать в Днепр ехать в Днепр. Минимум два. Какие украинские группы мне нравятся. Там была Раса. Там была Раса. Давай будем перечислять, а я буду говорить, кто он был. Другая река мне нравятся. Другая река не была здесь. Не доехали. А ты следишь, видишь? Да я за Другой рекой. С уверенностью. Да. Они не доехали к нам. Так они не так часто бывают. Так они никому не доезжают, хотел сказать Став. Да. Ну сейчас действительно. Я смотрел их интервью, там в принципе и нечего слушать, если честно. Лучше слушать их только музыку. А так если послушать их интервью, то иногда не хочется слушать их музыку. Ну такое бывает. То есть некоторым музыкантам, на свой взгляд, лучше не давать интервью. Да. Особенно когда сейчас многие разбежались по баррикадам, да, и ты потом их не хочешь слушать из-за этого. Ну, не будем углубляться, да, но вот так и есть. Не будем углубляться, но все-таки немножко углубились. Ну есть, есть, есть много таких, которые мне теперь не хочется слушать. Есть такое. Стас, всегда людям интересно, когда они слушают рассказы музыкантов, им особо интересно слушать рассказы музыкантов о гастрольной жизни. Вот ты можешь потравить какие-нибудь баечки или что-то типа этого. Вот что такого веселого происходит в жизни гастрольной жизни? Веселого. Веселого. Это только пассажиры, которые к нам подсаживаются. А так... Какие есть пассажиры замечательные? Какие? Мы-то знаем, что их много таких, но тем не менее... Разные девушки, бабушки, ну, кто хочет там с нами в карты поиграть. Это зависит еще от нашего состояния. Если трезвый, нетрезвый, атмосфера сразу другая. Если трезвый, вроде кажется девушка, а если нетрезвый... Не, наоборот. Если трезвый, бабушка, а нетрезвый уже вроде как и девушка. Ну, так можно и по пути находить и жены, и друзей, и охрану. То есть, в принципе, все удобно. Да, в общем, мы знакомимся в поездах, они потом приходят к нам на концерты. Ну, круто, тоже такой пиар себе выполняем. Да, и франдимся, продолжаем общаться, конечно. Стас, давай теперь с тобой поговорим серьезно, заглянем в будущее. Что же нам ждать от Стаса Ленина бэнд до конца года? До конца года? Что такого грандиозного произойдет, если резюмировать? До конца года мы еще концертов 20 отыграем. Это будет Украина и не только Украина. Беларусь. И Беларусь. Так, с Грузией еще пока что... Она в конце февраля. В конце февраля. Там три города. Так, окей. Придется лететь. А я буду первый раз лететь. А ты не любишь летать? Я еще ни разу не летел, а я боюсь высоты. Так, окей. Так что... Если я погибну... Какой вы на сегодня веселый. Да. Ну-ну. Так. Что будет хорошо мне. Дальше. Новый альбом. Новый альбом. Я знаю, что ты быстро пишешь альбомы. Записываешь в студии. Так что я думаю, что успеете. Успеем, конечно, если я завтра уже начну. Я бы начал бы и на прошлой неделе, но так как с документами бегал и так далее. Тем более между концертом маленькие перерывы. В общем, я должен был раньше еще к нему следить. И я за тебя скажу еще новый клип. Новый клип, да. Или клипы. Ну, клип в пластилину в этом году точно не выйдет, потому что тот мультяш нарисовался полгода. Ну, пластилину я бы и сам бы принял участие. Я бы лепил бы, чтобы это все было быстрее. Я бы дома не сидел бы между концертами и сам бы лепил. Потому что я и на лепку ходил раньше всего. Сколько всего человек успевает в жизни? Вот берите пример, пожалуйста. Стас, ну, мы ждем твой новый альбом и новый клип, естественно. И отправляем тебя в тур дальше. Книга будет. Да, и книгу. Книга будет. И все будет. Что в этом году, что не в этом. Ну, Стас иногда сам не знает. Нон-стоп. Стас Ленин Бэнд. Спасибо тебе за этот эфир в программе Артмания. Увидимся, услышимся. Хотя все так быстро, но у меня талисман это черепаха. О! Вот, пожалуйста. Мы не спрашивали про талисман, но Стас сам себе задает вопрос и сам на него, собственно говоря, отвечает. Вы никуда не уходите. У нас тут небольшие перестановки в студии. Ураган, ураган. Спасибо. Мы продолжаем эту программу Артмания. Оставайтесь с нами. Обращаемся только со зрителями на Фейсбуке. Попрощайся со всеми, Стас. Мне навсегда, конечно же. Мы оптимисты. Прощаемся, офрендимся, общаемся. Да. Лайк, шерри, пост. Аминь. Спасибо за эфир. Все. Увидимся.